День защитников Отечества и вооруженных сил отмечают в Беларуси. В праздник президент вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Сельское хозяйство, строительство и пищевая промышленность Беларуси и Италия расширяют деловые контакты. Амфетамин на дому подпольная нарколаборатория обнаружена в одной из квартир Кобрина. Городской этап соревнования «Золотая шайба» вышел на финишную прямую. В эти минуты в Минске на льду Чижовка-Арена идет борьба за золото. День защитников Отечества и вооруженных сил отмечается сегодня в Беларуси. 23 февраля по праву считается всенародным праздником – Днем мужества и героизма всех поколений защитников. Памятные и праздничные мероприятия проходят по всей стране. Сегодня президент Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Секретарь Совета Безопасности Станислав Зай стал генерал-лейтенантом. Звание генерал-майора присвоили полковникам Виктору Хренину, Игорю Можиловскому и Сергею Дудко. Генеральские звезды сегодня появились на погонах начальника института пограничной службы Василия Гитько и председателя Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича. А прокурору Могилевской области Александру Чадюку президент присвоил чин государственного советника юстиции третьего класса. Вы действительно заслужили это звание. Не хочу повторяться о моем отношении к присвоению генеральских званий. Это особое звание и особые люди. Поэтому я единственное хочу вам пожелать. Будьте достойны этих званий. Об этом узнают сегодня не только 10 миллионов в нашей стране, но и много миллионов за пределами нашей Родины, что вы стали в строй самых великих военных. В стране постоянно проходит модернизация вооруженных сил под контролем главы государства. Беларусь способна противостоять современным военным угрозам. Это заложено и в новой военной доктрине Беларуси. В новом документе учтены всевозможные варианты развязывания агрессии. Заявлено о готовности в отстаивании своих национальных интересов проведением комплекса мер стратегического сдерживания с целью не допустившения нападения, а в случае развязывания агрессии решительным применением военной силы. Мы определили меры по обеспечению военной безопасности страны на современном этапе, а также основные направления строительства военной организации государства. Несомненно, эти меры будут реализованы на практике. И для этого у нас есть все необходимое. Во-первых, высокий патриотизм нашего народа. Во-вторых, наша способность, особенно вооруженных сил, отстоять суверенитет и независимость. В-третьих, всенародное уважение к людям в погонах. А сегодня утром по традиции президент Александр Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске. На площади собрались минчане, гости столицы, представители республиканских органов управления, общественных организаций, послы иностранных государств. После того, как подножию монумента были возложены венки, память павших в боях за Отечество почтили минутой молчания. Итоги вчерашнего совещания президента с правительством, на котором серьезные критики подверглись жилищно-коммунальные тарифы, вызвали резонанс за пределами Беларуси. И сегодня в разговоре с российским послом глава государства отреагировал на некоторые инсинуации российских СМИ. Там некоторые средства массовой информации озаботились вчера в России по поводу моего заявления, как и цитирую, взять и посадить 10-20 чиновников. Ну, во-первых, Сан Саныч не чиновник. Надо 30. Да, может и сотни. В России, так, наверное, на порядок больше за подобные вещи. Речь идет о коммунальных услугах. Вы знаете, как у нас, как они, ты вот как губернатор бывший знаешь, как это считали. Коммунхозы дали свою цифру, мы прописали, будь здоров. Компенсация же с бюджета идет. Чем больше напишут, тем больше прокомпенсируем. Я дал задание чиновникам посчитать точно, сфотографировать. Как нас в советской школе учили, помнишь, хронометраж по технологии. Да, по технологии пройти. Что оказалось? Что, мол, два раза больше населения, два раза больше платит денег, чем, ну, даже не в этом дело, покрытие услуг. Чем практически работают. Да, не 40% покрытия оказалось, а 80% населения платит. При наших-то тарифах. Довели им тарифы. Те, которые есть на самом деле. За электроэнергию, за тепло, за газ, за воду теплую, горячую, холодную, за освещение, залив. Довели жесткие тарифы. Что они начали делать? Они начали вводить, мудрить, чтобы эти объемы получить, в том числе из бюджета. Они начали вводить некие показатели. Допустим, раньше вывоз твердых бытовых отходов, а сейчас их переработка. Население должно платить. Переработка – это выгодная вещь. У нас в очереди стоят, чтобы перерабатывать. Я говорю, за что же платить? Ну и так далее. Это значит, занимаются приписками, чтобы украсть деньги из бюджета. Легальным путем. А у нас и у вас статья за это. За это надо сажать. Правильно, поправим. А у вас там озаботились. Лукашенко посадит в Беларуси, а потом перейдет в Россию, что кого-то посадят. Поэтому вы не волнуйтесь, мы не претендуем ни на кого. А порядок здесь мы наведем. Традиционно глава государства пообщался и с собравшимися у Монумента Победы белорусами. Живем, поживаем и добра наживаем. Но живем, доживаем. Думаю, сейчас скажет, от зарплаты до зарплаты доживаем. Многое сказали, добра наживаю. Но я знаю, как вы живете и доживаете. Все хорошо. Вы в этом можете не сомневаться, чтобы видеть хорошо, это да. Мы уверены. Но только немножко и нам надо пошевеливаться. Мы надеемся, что все будет хорошо у нас. Нет, надеемся, что хорошо, но вы тоже пошевеливайтесь немножко. Да и начальников снизу немножечко пошевеливайте, не давите на них. Потому что если давить начнется, ну разбегутся, что делать потом будем. Так понемножку пошевеливайте, чтобы не уснули. Придет весна, разберемся. Успехов вам. Успехов вам. Спасибо вам. Здоровья вам. Вы живем. Вы живем. Успехов вам. Спасибо. Белоруссия и Италия расширяют деловые контакты. Сегодня в Минске собрались представители крупных компаний двух стран. Наиболее перспективные сферы взаимодействия – сельское хозяйство, строительство, пищевая промышленность. Зарубежные гости заинтересованы в расширении рынка сбыта, совместных научных разработках, инвестирования в белорусскую экономику. Возможность выйти на итальянский рынок есть и у белорусских бизнесменов. Италия заинтересована кроме, скажем так, проектов чисто торговых, инвестиционное сотрудничество активно продолжать. Для них интерес простой. Белоруссия – это выход на Евразийский экономический союз. К событиям в мире президент Сирии Башар Асад назначил парламентские выборы в стране на 13 апреля. По закону парламент переизбирается раз в 4 года. Предыдущие выборы в высший законодательный орган состоялись в 2012 году. Заявление сирийского лидера прозвучало сразу после того, как Москва и Вашингтон сообщили про договоренность о перемирии в Сирии. 27 февраля в стране боевые действия должны быть прекращены. Однако это не коснется боевиков Исламского государства, Анусра и других террористических групп. Боевые операции против них продолжатся. В Нидерландах произошла жизнедорожная катастрофа в Далвстене. Сошел с рельсов пассажирский поезд. Погибли два человека, около десяти пострадали. Состав столкнулся с обслуживающим краном, пересекавшим пути. На месте случившегося продолжают работать спасатели. В немецком городе Нордхаузен образовалась воронка, а под землю частично провалились два здания. В результате проседания грунта первоначально возникли две отдельные воронки. Затем они объединились в один крупный провал глубиной до 50 метров. Никто не пострадал, однако два нежилых здания, находившиеся в зоне инцидента, оказались полуразрушены. Несколько лет назад похожая воронка уже появлялась в этом месте, и тогда в ней оказался грузовой автомобиль. В центре российской столицы продолжают сносить торговый центр, признанный самостроем. Он более двух десятилетий загораживал исторические здания на Пушкинской площади Москвы. Конструкции были установлены на земле, которая не предназначена под капитальную застройку. За снос постройки владелец взялся сам. Арендаторы помещений добровольно покинули комплекс. Добавлю, за две недели в Москве демонтировано более 100 объектов самостроя. Законность возведения еще нескольких десятков павильонов сейчас проверяют юристы мэрии. На юге Израиля проливные дожди привели к наводнению. В Бейершеве обрушилась крыша в отделении торговой сети. Спасатели помогли выбраться десяти туристам, которых стихия застигла врасплох. Движение на некоторых трассах парализовано. Занятия в школах регионального совета Тамар отменили. Оказались повреждены линии электропередач. Отдельные районы остаются без света. Многие улицы затоплены. По прогнозам синоптиков, дожди ослабнут. Однако все равно угроза затопления остается. Военно-морской флот Индонезии уничтожил браконьерские лодки и катера, взорвав более 30 из них. Одновременно у побережья пяти островов. Саперы отправили на дно четыре индонезийских катера, а также 27 судов из Вьетнама, Филиппин, Малайзии и Мьянмы. Все они попались на незаконном промысле в Индонезии. Браконьеров предварительно сняли с судов. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы, а также крупные штрафы. Подобные акции в стране проводят для защиты морской границы и экономической зоны Индонезии. Настоящую подпольную нарколабораторию обнаружили в одной из квартир Кобрина. С помощью специального оборудования 33-летний химик в домашних условиях синтезировал амфетамин. Задержали его около дома. Свой товар мужчина планировал распространять среди молодежи. Сотрудники милиции обнаружили у задержанного уже изготовленный более 10 грамм порошкообразное вещество. По заключению экспертов, в этом порошке содержался особо опасное химическое вещество психотропное амфетамин. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 УК Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества. Городской этап соревнования «Золотая шайба» вышел на финишную прямую. В эти минуты в Минске на льду Чижовка-Арена идет борьба за золото. Клюшки скрестили команда «Грифоны» Центрального района и «Беркут» Фрунзенского. В составе первой играет младший сын президента Николая Лукашенко. А несколько часов назад стал известен бронзовый призер. Им стала команда «Медведь» Московского района. На протяжении месяца столичные спортсмены сражались за выход в решающий этап. В финал турнира прошли 18 команд, по две из каждого района. Главное условие знаменитого юношеского турнира – участие только любительских молодежных команд. Сейчас это самое массовое хоккейное движение для детей и подростков в стране. Спортивную тему продолжит Сергей Тулупов. Больше новостей найдете по адресу в интернете, сети ВИБА и репортажи, эфирное видео всех программ. В любое время доступно на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Следующий выпуск новостей в 19.30. До встречи!